Слава Богу! Сегодня трансляция, утренняя молитва. Запускай прямой эфир на ютубе. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Благословен Бог наш, всегда, ныне, пристанно, во веки веков. Аминь. Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! Братья и сестры, дорогие друзья, всех вас приветствую, благоставляю именем Господнем, именем Иисуса Христа. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Слава нашему Искупителю, живому Спасителю, Целителю, Освободителю. Потому как, кого Сын освободит, Сын Божий и Сын Человеческий, Иисус Христос, тот будет по-настоящему свободным человеком. И сегодня утром в этой молитве пусть наши сердца будут открыты, и как фимиам молитва поднимается, как благоухание приятное поднимается к небесам. Слава Богу! И вновь я прочту из 1 Коринфянам 5 главы, как и вчера, этот текст 7 и 8 стихи. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не за старую закваскою, не за закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Аминь. Вот то великое видение, которым видит нас Бог, мы бесквасны верующие. Хотя призыв звучит очистить старую закваску, убрать закваску, но удивительно, с другой стороны, мы видим в этом же стихе, в одном же стихе, по-человечески, чисто, если брать человеческим разумом, это противоречие, неразрешимое противоречие, как так, квасный, Бог повелевает устами помазанника своего Павла удалить эту закваску, очистить эту старую закваску, с другой стороны, тут же в этом же стихе пишет, духом святым провозглашает, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклана за нас. По-человечески неразрешимое противоречие. Но сегодня действительно, знаете ли, есть в христианстве разные, конечно, и этапы развития, и периоды, и в жизни каждого верующего, и разные воззрения, доктрины в разных конфессиях, деноминациях, и порой споры возникают в христианстве, что и понятно, и в принципе оно и так должно быть, я так понимаю, если споры эти в любви, в истине, вот, как бы, значит, такие, знаете ли, во Христе, когда, значит, разномыслия такие наши высказываются, то это нормально. Вот, но главное, чтобы это было действительно в Божьей любви, в Божьей, значит, и друг о другу в любви. Вот, и вот эти споры чаще всего, споры не даже доктрины, а, как сказать, духовного состояния, что ли, человеческого сердца, споры разного опыта духовного, получается. Как, допустим, споры, вот, даже до сих пор, как бы, отголоски того, споры есть в христианстве. Среди протестантов, допустим, самый известный спор такой, вот, как бы, кальвинисты, да, значит, и армяниане. Значит, Жан Кальвин, уважаемый служитель, тогда уже человек уже немолодой, значит, и вот, и, как бы, и его ученики, и впоследствии его продолжатели дела, и вот, Яков Армений, значит, и его ученики, последователи, два разных воззрения. То предопределение, то, как бы, своей рукой, я нашел Бога, Бог нашел меня, а здесь я нашел Бога. Как бы, с одной стороны, одно воззрение, с другой стороны, другое воззрение. И то, и другое, конечно, основано тоже и на Писании, и на своем личном опыте, общении, молитве, понимании, видении, философии. И интересно, значит, и, по-моему, Чарльз Спарджин, по-моему, кто-то из великих, этих, уже более поздних проповедников говорил, что это не спор теологии, больше, а спор практики, вот, как бы, опыта. Это Яков Армений, действительно, молодой человек, он смотрел на то, что, на свободную волю человеческую, да, я вот нашел Бога, я обрел спасение, я сделал выбор, вот, я, я, я больше было, звучало я. Вот, Жан Кальвин, он больше говорил, Бог нашел меня, да, он определил, он, только Бог, и, вот, как бы, в нем, в его философии я фактически не звучало. Вот, знаете ли, значит, и, значит, кто-то из великих, по-моему, как раз, вот, значит, и, кстати, покойный Билли Грэм, вот, недавно ушедший в вечность, слава Богу, за праведника сего, вот, в истории христианства, величайшего проповедника, слава Богу. По-моему, он тоже как раз и договаривал, что это не опыт, не спор теологии, философии, богословия, а больше спор опыта. И, значит, к Сперджину опять обращусь, к Чарлзу, что в начале пути христианин, он армянианец, чаще всего, да, ну, всегда, фактически, больше или в меньшей степени просто, вот, больше упор на то, что я нашел, я обрел Бога, я нашел Бога, я нашел веру. Вот, а в конце пути христианин чаще всего, ну, всегда, только в большей-меньшей степени, он кальвинист, потому что он видит, что, о, благодать спасен тобой, я из пучины бед, был мертв, как мертвый может помочь себе? Никак. Ты меня нашел, ты меня спас. То есть, как бы, разный опыт во зрении, хотя и то, и другое основано на написании. А здесь, в одном тексте, в одном, даже в стихе, такое неразрешимое противоречие. С одной стороны, говорится, что очистить старую закваску, с другой стороны, вы бесквасны. Вот это да. Да. Казалось бы, неразрешимое противоречие, но, слава Богу, это разрешимо в Боге. Каждый верующий знает, что я, я святой. Бог меня видит только таким. И нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Бог примирил с собой весь мир. Вообще, по сути, весь мир, да, Он святой. Весь мир Бог простил, взял и простил. Вот просто так простил. Но, конечно, для Него это было не просто так. Он отдал свою кровушку, свою жизнь, свою душу за нас положил. Действительно, да, Он имеет моральное право это сделать, простить нас. Он отдал своего Сына, Он пожертвовал самым святым. Он пожертвовал самим Собою. Это действительно страшно. Мы отголоски лишь, какие-то отблески той боли, Божьей боли, Божьего сердца боли можем прочувствовать, осознать, понять. Лишь в малой степени, лишь совсем чуть-чуть можем кое-что понять из того, что действительно Бог пережил и переживает. И я лишь из своего, опять-таки, опыта скажу, что лишь однажды размышляю над этим стихом. Но я больше размышлял тогда как раз над посланием к римлянам, того же апостола Павла. Но и сегодня размышляю над этим стихом из послания к Коринфянам. Вот пятая глава, первое послание к Коринфянам, пятая глава, седьмой стих. Ну и дальше я прочитал еще восьмой, тоже как бы развивающий мысль. И знаете, дамы и господа, братья и сестры, вот в 96-м году, когда я вышел из традиционного православия, я был обычным сельским священником, традиционалистом, как и тысячи моих коллег. Я до 96-го, я свято верил в то, что, значит, я прав, в то, что только моя конфессия, моя деноминация является самой правильной. Только лишь, собственно, православие, наше русское православие, в частности, является истинной религией, истинной верой. Вот, и больше нигде нет спасения. Вот, и знаете ли, для меня в то время даже, ну как бы, я не мог даже помыслить в том направлении, чтобы кто-то может спастись помимо нас православных, притом именно вот только каноничных православных я имел в виду. Вот, и, конечно, знаете ли, думаю, если мы, православные, едва спасаемся, то где же все остальные вообще могут объявиться? Как бы, и знаете ли, в 96-м, что произошло, Божье Слово вернулось в мою судьбу, в мою жизнь. И истинно написано, познаете истину, да, и истинно сделает вас свободными. И познание истинно приносит свободу, приносит не просто даже облегчение, не просто временное какое-то эйфорию, облегчение, а свободу, настоящую реальную свободу, настоящую свободу, которая действительно есть, ну, наше счастье. Вот, человек счастлив, человек доволен, счастлив, человек не свободный, он не может быть счастливым, ну, до конца, по крайней мере. Вот, именно свободная истина, когда освобождает нас, мы по-настоящему счастливые люди. И я Богу благодарен, что в 96-м году это в моей жизни произошло. Божье Слово, оно пришло в мою жизнь, освободило меня. И вот, все эти годы, уже больше 20 лет несу служение, такое реформаторское, евангельское, православное служение. Вот, несу эту свободу, и я счастлив, я очень Богу благодарен за это, за жизнь вечную, за то, что благодатью я спасен через веру, и это не от меня, это Божий дар. Это Божий дар, и я Богу благодарю за то. И вот, о чем я хочу засвидетельствовать сегодня на этой утренней молитве, такой, Господь благослови нас. Вот, то, что в 96-м, я не буду много свидетельствовать, потому что сейчас время молитвы больше, но скажу, что я видел сновидение. Это был сон, и во сне он был настолько реален, что, знаете, я проснулся, просто захлебываясь от слез. Я вообще, ну, я за человека, которого я знал, что он живой, но я видел такую страшную картину, вот, картину того, ну, как, знаете, в Писании говорится, что об одном даже грешнике, кающемся на небесах, радость, да, а я видел другую картину, она была обратной стороной медали, такая трагедия, страшная трагедия, боль Божьего сердца, и я прочувствовал ее, и во сне же понимал, что это лишь очень немногое совсем из того, что я просто в силах прочувствовать. И если чуть побольше бы прочувствовал бы, даже немногое тоже из того, что Бог чувствует, но даже чуть немного бы еще прочувствовал бы больше, чем я тогда прочувствовал во сне, я просто бы помер, я просто не выдержал бы. Потому что такая страшная боль, как будто тебе оружие прошло душу, вот как вот я стал понимать слово к Марии, сказанное к Матери Иисуса Христа, нашего Господа, оружие пронет душу, это страшная вещь, откроется по мышлению ноги и сердец. Это страшная вещь, когда действительно это открывается, и мне оружие прошло душу, действительно открылись по мышлению ноги и сердец. И видел такую вещь, как вечное расставание, смерть человека, как небо плачет о смерти человека, который, будем так говорить, имел все шансы покаяться, возродиться, духовно переродиться, но однако же не воспользовался этим, не встретился с Богом в этой временной жизни земной, не пережил духовное это перерождение, духовное возрождение и ушел в вечность, так и не пережив спасение, не приняв вот это благодать и спасение. Вот это страшнейшая боль, и во сне я просто, ну, плакал и просто рыдал, я проснулся от того, что я физически, оказывается, я не только во сне, мне это снилось, я реально это плакал. Вот, и знаете, действительно, взгляд неба, он иной, нежели взгляд человека, и даже, и когда мы начинаем чуть-чуть видеть то, как он видит, то это совсем иная картина мира. Знаете ли, его глазами видеть, это глазами любви, сострадания, если действительно с ним страдаем, а страдания с ним, страдания с ним, какие верующего, это действительно видеть его глазами, потому что это глаза и страдания. Видишь, действительно, вот, в любви людей, вот, пусть Бог благоставит нас. Об этом уже вечером я буду говорить из истории церкви, из истории Израиля, как раз о Божьем видении, вот, на то, что было, то, что есть и то, что будет. Вот, сегодня в 6 часов вечера по киевскому времени подключайтесь, друзья. Вот, и сегодня на этой молитве хочу Бога поблагодарить за все, воздать Ему славу, слава Тебе, Господь, и совершить тоже хлебопреломление. Кто подключился, налейте себе немного вот соку, значит, или вина там, значит, там, вот, возьмите немного хлеба у меня вот, или просто воды, даже если у вас нету, то слава Иисусу Христу Господу нашему, Роман, аминь, аллилуйя. Возьмите немного хлеба. Мы на, вчера на служении, на хлебопреломление, то у нас была маца, обычно мацу используем. Вот здесь у меня маца нет на квартире, вот здесь, значит, так вот, значит, вот, халы, остатки халы. У меня, значит, субботние еще халы. Вот, значит, и вот я буду это использовать для причастия хлебопреломления. Вот, даже если, говорю, ничего нет, я даже, бывает так, что хлебопреломление, как совершаю, просто налив воды, немного хлебушка, пусть там сухарик, что угодно вообще, вот, просто молюсь и благооставляю Бога, благодарю Бога всемогущего. Самое важное, вот, мы причащаемся, потому что не просто ртом, вот, да, значит, то, что входит, оно не оскверняет и не освещает, не как человек абсолютно, и ни то, ни другое не сможет сделать в нашей жизни. Вот, а входит через сердце, вот, да, исходит, вот это, и либо осверняет, либо освещает нас. Вот, и вот здесь, мы причащаемся здесь, и здесь причащаемся, вот, а не просто здесь, да, нет. Вот, это просто пища, да, как казалось бы, значит, да. Но мы провозглашаем тело и кровь Иисуса Христа, божественное тело и кровь Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Святой Великий Бог наш. Благословен Бог наш, всегда, ныне, пресна, и во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Царю небесный, утешитель, дух истины, Ты, который везде присутствуешь и все собой наполняешь, Сокровищница благ и жизни податель, Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны, И ты спас благой души наши. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, хвала тебе. Слава Отцу, Сыну, Святому Духу, ныне, всегда, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, Ты помиловал нас, Господь, Ты очистил грехи наши, Владыка, Ты простил беззаконие наши, Святой, Ты пришел и исцелил немощи наши, имени Твоего ради. Господь помиловал и простил нас, слава Отцу, Сыну, Святому Духу, ныне, всегда, вовеки, вечные. Аминь. Отец наш, Папочка, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Твое есть Царство и сила и слава, вовеки. Аминь. Слава Тебе, Господь, Святой, Великий Бог наш, благостави сегодня народ своим миром, благостави наше это хлебопреломление, Евхаристию, сейчас причастие. Благостави, Господь, сегодня этим утром Израиль, благостави Иерусалим, столицу еврейского государства. Боже, в этой молитве сегодня и в эти дни, Господь, Боже, мы предстоим за Израиль, за еврейский народ, Боже, и за все народы наши истрадавшиеся планеты, Боже всемогущие. Благостави, Господь, сегодня Киев, благостави Украину, пошли мир народом, Господь Божий, во имя Иисуса Христа, свой божественный мир. Не такой мир, который может человек дать, нет, тот мир лишь обман, но Твой божественный мир, на самом деле миру мир. Слава Тебе, Господь, Боже всемогущий, благослови, благослови на свое имя Христа. Благослови сегодня всех любящих Тебя, Тебя боящихся, малых и великих. Благослови, Господь, сегодня всех, кто подключился сейчас к сети или потом будет смотреть в записи эту трансляцию в Божию и совершать эту божественную Евхаристию с нами. Слава Тебе, Господь, Боже наш, благословен Ты, Царь наш. И сейчас, братья и сестры, дамы и господа, возьмите хлеба, плода виноградной лозы и помолимся такой молитвой сегодня. Благословен Бог наш, давший нам хлеб из земли, и благословен Бог наш, давший нам плод виноградной лозы. Благословен Бог наш, Твоя от Твоих Тебе приносяща, а всех изо вся. Тебя поем, Тебя поем, Тебя восхваляем, Господи, и молимся Тебе, Боже наш. И сотвори, Господь, хлеб сей честным телом Христа Твоего. Аминь. То, что в чаши сей, честной кровью Христа Твоего. Аминь. Приложил Духом Твоим, Святым. Аминь. 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 Благословен Бог наш, благословен Отец наш, любящий, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас, Иисуса Христа Спасителя. Мы с Тобой одной крови и одного тела, Ты и я. Спасибо Тебе, Господь. Боже наш. Аминь. Боже наш, благословен Отец. Боже наш, благословен Отец. Боже наш, благословен Отец. Слава Тебе. Боже наш, благословен Отец. Боже наш, благословен Отец. Боже наш, благословен Отец. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю, О Дух Святой. За все я благодарю. За все я благодарю. 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 Все вместе поем. Благодарю. 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 За победу Твою, за Голгофу, за кровь мы Тебя благодарим. За воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарим Тебя, Отец, Благодарим Тебя, Иисус, Благодарим, о Дух Святой, за все мы благодарим. За все мы благодарим. Спасибо Тебе, Господь, за это доброе утро. Боже, милость Твоя обновилась в нашей жизни. Благодарю Тебя за Евхаристию Божественную, за хлебопреломление, за причастие тела и крови Твоих. Боже, благодарю Тебя, Господь, Твоя кровь божественная в наших жилах. Твое тело – это мы. Христос в нас, упование славы, величайшее таинство совершается, свершается в наших судьбах. Слава Тебе, Господь, Бог всемогущий. Благодарю Тебя за то, что Ты видишь нас бесквасными, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Безгрешными, так как Христос наша Пасха, Он заклан за нас. Благодарю Тебя, Господь, Боже всемогущий. И это время, Боже, благослови Своим присутствием в святых наших судьбах и через нас во имя Христа Иисуса. Дай нам быть сегодня орудиями Твоей правды, Твоей милости, Боже, Твоей справедливости, Твоей любви во имя Христа Иисуса. Боже, видеть этот мир Твоими глазами, Боже всемогущий, действовать руками, как Твоими руками, Боже, ногами, как Твоими ногами, Боже всемогущий, глазами, как Твоими глазами, Боже всемогущий, во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь, Бог наш. Благослови нас. Аминь. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. Слава Богу, из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам, дамы и господа. И по вечерам буду продолжать семинар от Пурима к Пасхе. У нас месяц остается до Пасхи. В библейском исчислении получается у нас полнолуние месяца Ниссан. Сейчас месяц еще Адар заканчивается. Но в следующем месяце уже лунного календаря библейский праздник. В полнолуние следующая полнолуние. В это полнолуние этого месяца Бог спас нас удивительным образом. Об этом написано в Библии в книге Эсфири. Праздник Пурим отмечался в этом году. Он выпал на 1 и 2 марта. Да, значит, следующее полнолуние, оно еще более знаменательно, знаменито, известно. Это полнолуние следующего месяца. Мы его называем Ниссаном. Месяц Авиф. И этот месяц, следующий лунного календаря, он ознаменован Песохом, Пасхой. Именно свободой, праздник свободы, праздник освобождения. Для нас наша Пасха это не просто даже выход из Египта, тогда при Моисее. Это сам Иисус Христос, который сегодня с нами здесь, который в наших сердцах. Слава Богу. И в этом году Пасха, если брать библейское исчисление, выпадает на 30 марта. И вот с 30 на 31 марта, с 14, получается, соответственно, на 15 Ниссана, будем совершать ночь бдения, хлебопреломление. Ночь бдения. Приготовим мясо, ягненка приготовим, горькие травы, вино, хлеб. Все приготовим пасхальное. Моцу, возьмем моцы побольше, это опресноков этих. Вот, и будем пировать, радоваться свободе нашей, праздновать Пасху Господню. Вот, потом дни опресночные. Вот, с 31 марта до 7 апреля, дни опресноков, будем весело хрустеть моцой. Вот так вот, так что запасайтесь моцой уже сейчас, уже. И в продаже можно купить, можно получить в синагоге. Ну, как, у кого как получится. Возьмите побольше моцы и ешьте побольше моцы, как советовал доктор Изя. Ну, хорошо, все, пусть Бог благоставит вас. Шалом, мир всем. Шалом Израилю. Шалом всем святым. Мир Божий всем любящим Господа нашего Иисуса Христа, который есть свет к просвещению всех народов и слава народа своего Израиля. Мир всем вам. Шалом, говорим, шалом. Да. И Милана, благосновенного дня. Спасибо всем, кто подключился. Роман, Милана. Люблю всех, обнимаю, благоставляю. Вы классные, вы хорошие. Бог любит вас. Самое главное, Он видит вас бесквасными. Абсолютно. Знаете это. И помните это всегда. Слава Богу. Мир всем. Шалом, говорим, шалом, говорим. Шалом, шалом. Лейтаут, лейтаут. Шалом, шалом. Да. И вот закончилась трансляция. Можно пару слов сказать еще. Я думаю, вот, трансляция интересная. Вот. В самих этих хлебопреломлениях, причастиях, совершаемых таким образом, удивительно, с разных стран. Люди подключаются, вот, потом пишут, свидетельствуют, совершают такие вот тоже акты хлебопреломления, причастия у себя дома, в своих семьях. Это потрясающе, здорово. Это очень классно вообще. Слава Богу. Богу благодарен за все. Вот. И здесь пока имею возможность, такое вот, совершаю подобное каждое утро. Стараюсь даже, вот, как сегодня, допустим, в эфир выходить. Не всегда получается, но вот когда получается, то получается. Слава Богу. Вот. И, да, вот уже сохранилась уже запись, уже, да, слава Богу. После трансляции сразу все обрабатывается. И вот тут же на Ютубе можно уже заходить и смотреть вот так вот. Так что, кто не успел, допустим, в это время, может попозже, допустим, подсоединиться тоже к нашей Евхаристии, причастию. Вот. И самое главное, я напоминаю, что причастие совершается не просто ртом, да, значит, а вот оно где совершается, и вот где совершается. Вот. И оно совершается, по сути, всей жизнью христианина. Каждую минуту, каждую секунду, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки совершается Евхаристия Божественная. Вот. Я вчера об этом говорил на служении. Сегодня постараюсь видео эти выставить уже. Вот. Это очень важно для понимания правильного таинства Божественного. Слава Богу. Да. Ну и напоминаю даже, под занавес уже, кто досмотрел видео, вот, вам такой бонус. Вы имеете возможность еще не только молитвенно, но и финансово принять участие в моем служении. Вот. Пополняйте номера мобильных этих двух номеров, да. Значит, если в России вы, то номер МТС 915 780 48 74. Еще раз повторяю. 915 780 48 74. А если в Украине, то здесь, допустим, в Украине, да, то номер, это Киевстар 096 96 2 66 75. Еще раз повторяю. 096 96 2 66 75. Хотя, в общем-то, под видео я стараюсь, там даже, кстати, уже есть уже такой, как бы, шаблон, который уже сразу же, да он даже публикуется, в общем-то, с этими видео. Под видео есть там координаты. Вот так. Хорошо. Ну и благословляю всех вас, дорогие друзья. Благословляю вот Роман, Милана, все, кто были сегодня на этой трансляции. И другие братья там, сестры. Я не знаю, кто здесь. Не всех видно, кто подключился. Только лишь тех видно, кто пишет комментарии, как бы. Основных я даже не знаю, кто. Значит, но самое главное, Бог знает наши сердца. Вот. Кто как подключается. Есть те, кто подключаются, допустим, и, ну, традиционно такие православные христиане, какими я раньше был, вот, традиционалистом таким, вот, которому, может быть, не все понятно из того, что вот сейчас произошло, допустим, происходит. Но не беда, Бог силен и забудших на путь истины поставить, и силен и открыть нам правду свою, истину свою. Я, значит, прекрасно понимаю, что действительно свобода только в Иисусе Христе. Истина в Иисусе, вот, и истина освобождает. Так что, наше дело, любить Господа и любить людей, нести Слово Божье, а Господь уже взращивает. И поливающий, насаждающий, написано не что, а все Бога взращивающий. Слава Богу. Хорошо, друзья. Шалом всем, мир всем. Благоставляю всех вас. Обнимаю, целую во имя Господне. Аминь. Аллилуйя.